Привет всем, меня зовут Галинка. Всем привет! Сегодня мы едем в парк имени Льва Николаевича Толстого. Там должно быть целых два колеса воззрения, одно детское, одно взрослое. Не знаю, на какое оно спустят. На машине мы туда не доберемся по пробкам, но есть отличное средство, которое заменяет машину. Это электричка. Поехали! Мы на станции. Мы ждем электричку, да. Она здесь ходит каждые 10 минут. И, конечно же, когда мы покупали билет, она проехала. Ну, где, конечно, поселение? Давай сядем, наденем перчатки. Или варежки хочешь? Варежки. Давай. Мы уже добрались с электрички, благо до парка буквально два шага. Тут клево, тут нравится. Это контрабас, это не гитара. Ну, похоже, как у папы. Мы пошли искать колесо обозрения, ради которого мы приехали, собственно говоря. Ты думаешь, к ним можно подойти? Ну, да. Ты уверен? Да. Он с рогами. С рогами, конечно. Какой он, олень, без рогов. Хотя есть такие на дороге особо. Без рогов. Только у нас дома. Только у нас дома зеленого. А тут олень, сольная, синяяя. Здесь, наверное, фонтан в обычное то время. Что делать, когда нет снега? Положить в вату. Короче, засада в том, что, похоже, колесо обозрения было вот здесь. На сайте этого парка написано, что колесо работает зимой и летом. Я думала, что мы посмотрим на красивые огонечки вот эти, вот на гирлянды сверху. Ну, в общем, его здесь нет на этом месте, где оно по фотографиям располагалось. Вау! Как красиво. Нет, мы, конечно, не из этого кайф найдем, но как-то странно. Нигде не было объявления, что его куда-то уберут. Может, конечно, я что-то туплю. Фишка этого кольца в том, что оно, типа, взрослое. Есть детское в этих аттракционах, а есть взрослое. И вот мы хотели на взрослое. Видимо, его нет, мы попадем на детское. Там еще есть огонька маленькая. Я елка Химки. Ух ты, они как настоящие. Какая красота. Ой, смотри, какие у глазки. Вообще и глазки, и носик. И носатка. Будет одна носатка? Да, их две. Смотри, какая карета. Смотри, какая карета. Пять часов, пятница. Пять часов, пятница. Ну, как что-то может быть закрыто в парке развлечений? Пятница в пять часов. Нужно все работать. Ну, видимо, работает все, кроме именно этого парка. Благо, хоть свет горит. Сейчас было бы эпично. Эй, это же штучки, чтобы протирать пыль. Короче, это какой-то бред. Мы обошли парк. Большая его часть, по крайней мере, та, что центральная, что светится. Мы стали подходить только на смотровую площадку, которая выходит на пруд. Ну, там просто физически не может быть места для этого колеса. Короче, я не знаю, где оно. Мы на него не попали. Мы идем домой, потому что времени уже много. Нам еще добираться до дома. Тюрьма? Я вот не удивилась бы, если здесь тюрьма была. Это не тюрьма. Это какой-то сторожевой домик. Это даже не туалет, потому что туалет здесь кайфово. В общем, мы не нашли то, зачем приехали. Главное, что ребенок в восторге даже от всего остального. В общем. Мы узнали, что случилось. Нет, точнее не так. Мы не узнали, что случилось, но мы спросили у двух работников, где же колесоны, вроде которые мы приехали. И нам сказали, ой, а мы все никак не повесим объявление. В общем, мы его еще летом убрали, оба колеса. И их здесь нет. Нам жаль, что мы приехали просто так. Я спросила, что же у вас со старыми аттракционами? Почему они так горят, но не работают? Меня так загадочно посмотрели и сказали, ну вот так. Лапушка. Путь домой оказался чуть более заковырист, чем предполагалось поначалу. Мы чуть-чуть перепутали переход по электричке. Да все, короче, круто на самом деле. Сейчас выберемся. Ты ващитик мой? Да. Приключение продолжается. Где папочка? Да, у нас встреча вышла, папа, он нас заберет. Ох, весело. Съездили в парк имени Толстого. Ой, там, наверное, ничего не слышно. Короче, нас забрали. И все сразу под контролем. Все хорошо. На машинке доехали до дома. Наверное, сразу лучше скажу всем пока. Еще там по тылу, ботонюшалку видели? Да. Все хорошо. Стоит. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok